Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа «Вести Карачаева Черкесия». С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Минприроды Карачаева Черкесии во главе с министром Дианой Качкаровой провели акцию по сбору валежника в окрестностях села Нижняя Ермуловка. 800 лет со дня рождения великого полководства князя Александра Невского в Черкесске в Аллее Славы прошло приуроченное к этому дню мероприятие. 27 километров трассы, 8 канатных дорог, в том числе новая зона для начинающих. Горнолыжный курорт Архиз открывается для приема туристов. Коллектив Минприроды Карачаева Черкесии во главе с министром Дианой Качкаровой, а также совместно с сотрудниками Зеленчукского лесничества провели акцию по сбору валежника в окрестностях села Нижняя Ермуловка. Сбор упавших на землю в лесу стволов, деревьев и их частей проходил одновременно во всех лесничествах республики. Проведение подобной акции позволит обеспечить дровами остро нуждающихся жителей негазифицированных населенных пунктов, а также повысит пожароустойчивость лесов, очищая от древесных остатков. К участникам акции присоединилась и Фатима Даурова. Откуда дровишки? Из лесу в Вестима. Некрасовские строки теперь звучат на современный лад. Тут главное – лишних дров не наломать. В тонкостях заготовки валежника сотрудники Минприроды Республики и их коллеги с лесничества разбираются лучше всех. Специалисты знают, какую ветку или ствол дерева можно отнести к категории валежник и собирать без нанесения вреда экосистеме леса. Тут нужно соблюдать особые правила. Потому что не все, что лежит в лесу, можно собирать под видом валежника. Это есть определенная система, которая позволяет нам определить, валежник это или нет. В первую очередь это должна быть древесина, сухостойная древесина, которая уже оторвана от корневой системы. И причем не первого года. То есть она должна лежать в лесу не один год. Уже даже по карет, по свойствам древесины видно, что это уже не обладает деловыми качествами древесины. Ее можно использовать именно под видом валежника. Министр природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Диана Качкарова была инициатором проведения работ по спору валежника. И сама лично подает пример своим сотрудникам. Акция направлена не только на санитарную очистку леса и предупреждение пожароопасных ситуаций, но и в первую очередь она рассчитана на оказание помощи остро нуждающимся жителям негазифицированных населенных пунктов. Если даже посмотреть сейчас, мы собрали достаточно уже хорошее количество валежника, которое, если мы доставим, обеспечить, я думаю, по крайней мере, как минимум, вот с этой территории уже порядка пяти-шести домов, домовладей мы обеспечим. Но это только на начальном этапе, вы видите, мы только приступили. Но я думаю, что мы и дальше по территории туда пройдем, там тоже соберем везде, где лежит валежник. Для граждан, решивших самостоятельно собирать валежник, существует определенная процедура, через которую нужно пройти, чтобы не нарваться на штраф. Сначала нужно отправить уведомления на заготовку в адрес лесничества, в границах которого будет проходить сбор древесины. Граждане обращаются к нам, уже поняли, что это действенно влияет на снабжение подворья дровами, поэтому у нас тенденция увеличивается. В этом году мы уже около 30 заявлений рассмотрели, выдали уведомления, соответственно, граждане уже занимаются под чутким контролем непосредственно лесничества на месте. Буквально за час волонтеры добрых дел разобрали по нужным веточкам близлежащее лесное пространство и собрали целую гору сухих дров. Где-то в поселке может жить семья пенсионеров, которая не может заготовить дрова на зиму. А в лесу вокруг этого поселка лежат сухие поваленные деревья. И вот эта куча, которую вы сейчас видите за мной, может на некоторое время обогреть деревенский домик обычной бабушки, у которой пенсии не хватает на приобретение дров. Фатима Даурова, Руслан Харченко, Вести, Карачаево-Черкесия, Зелинчукский район. Накануне отмечался Международный день инвалидов. Сейчас немало организаций и их сторонников, которые занимаются благотворительной деятельностью, выступают за улучшение условий жизни инвалидов. Известный в Карачаево-Черкесии волонтер благотворительного фонда «Территория милосердия» Руслан Байрамуков, организатор концертов «Подари добро детям» и других мероприятий в поддержку детей и инвалидов. За активную помощь и участие в благотворительности за неравнодушное отношение к проблемам инвалидов Руслан Байрамуков награжден почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами. Когда я вижу у таких детей, у меня душа болит. Для меня самая главная награда – это радость. У таких детей помогаю всем. Дети радуются, когда я к ним прихожу, благодарят. Я благодарен депутату Народного собрания Кубанову Расулу Микеровичу, вице-президенту фонда Кейкову Артуру Башировичу, который, ну как-то так, я с ними познакомился, и пришел к ним в фонд, и начал работать уже на протяжении пяти лет. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин В столице республики на Аллее Славы прошло мероприятие, приуроченное 800-летию со дня рождения великого полководства и князя Александра Невского. Инициатором мероприятия выступили священнослужители Никольского собора города Черкеска. Подробнее в репортаже Харшивиджиева. Священники Никольского собора совместно с сотрудниками регионального отделения общества «Царьград» организовали мероприятие, посвященное юбилейной дате князя всея Руси Александра Невского. Известный стратег, дипломат, военачальник, он был также канонизирован русской православной церковью в лик святых. Актуальное мероприятие еще и тем, что 6 декабря день кончины святого благоверного князя Александра Невского. И в этом смысле наше мероприятие является частью мероприятия, организованным оргкомитетом. В начале года в который вошли представители церкви, историки, представители МВД. И это одно из тех мероприятий, которое должно пройти сегодня в рамках экскурсии и лекции здесь, в этом хорошем месте. Как известно, вся Россия празднует 800-летие Александра Невского. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ. И в Карачаево-Черкесской республике, как и в других регионах, был создан оргкомитет, куда входит и Царьград. Оркомитет по празднованию вот этих вот мероприятий. Само мероприятие прошло в парке культуры и отдыха. А там расположена аллея славы, на которой находятся памятники великих российских военачальников и воинов-освободителей. Были приглашены учащиеся педагогического и технического колледжей. Экскурсию для студентов провел Александр Гурин, священнослужитель Никольского собора. И, как говорят студенты, экскурсия была замечательной. Конечно, я знала о биографии Александра Невского, потому что мы это изучали как с 5 по 9 класс, так и по истории на первом курсе. Мне понравилось мероприятие, так как на это мероприятие пришли такие интересные люди, которые рассказали о жизни Александра Невского намного больше, чем мы знали в школе. Также планируется спортивное мероприятие, посвященное юбилею Александра Невского и поездкам в монастырю Александра Афонского в столице Зеленчугской. Таким образом, организаторы надеются, что молодежь будет больше интересоваться такими выдающимися личностями. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске на площадке Международного колледжа «Полиглот» прошел круглый стол на тему семейные ценности народов Карачаева-Черкесии как основа благополучия региона. Участники встречи, эксперты, в том числе представители духовенства, правоохранительных структур, сферы образования и общественных организаций обсудили вопросы популяризации института семьи. Инициатором обсуждения выступила Общественная палата республики. Ахмад Халкевичев продолжит тему. Главная задача Круглого стала выработать стратегию по популяризации традиционных семейных ценностей. Ведь традиции, культура и обычаи любого народа – это тот фундамент, на котором и стоит самоидентичность любого этноса и основа для дальнейшего его развития. Не зная этих вещей, мы будем развиваться по чужим законам. А зачем нам чужие законы, когда у нас есть свои традиции и обычаи, которые нужно беречь, сохранять и приумножать? Только одной работы по популяризации традиционных семейных ценностей будет недостаточно. Необходимо выработать конкретные механизмы по повышению роли института семьи, отметили участники встречи. Современный мир быстро меняется, вместе с ним меняется и культура молодежи. Но неприходящие ценности были во все времена. Они хотят по-другому, но подсказать им, как уйти по другому пути, но сохранив вот это все, и мы пока не можем, потому что для нас многие вещи непонятны, и мы их не воспринимаем. Мы все еще надеемся, что старый мир сохранится. Люди уже в космос летают туристами, а мы все еще надеемся. Но уже так, как было, не будет. Будет как-то по-новому. Но если бы можно было сохранить то, что мы хотим, и добавить это их креативности, это было бы чудо, конечно. Площадку образовательного учреждения для проведения круглого стола выбрали не случайно. Ведь сегодняшние молодежи за студенческой скамьей уже завтра создавать семьи и воспитывать своих детей. Многих как раз таки не устраивают традиции именно свадьбе, именно свадебных церемониях, потому что для многих сейчас это считается не очень правильным, потому что считают, что технологический прогресс растет, и мир развивается, и таких традиций уже не должно быть. Многие возмущаются по этому поводу. То есть есть в молодежных среде моменты, которые не устраивают молодежь? Да, и достаточно их много, я даже не перечислю сейчас все. В последнее время наблюдается рост разводов, а с другой стороны идет снижение числа зарегистрированных браков. В немалой степени это результат влияния западной культуры, отметили участники круглого стола. Ахмар Халкесчев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии стартует зимний горнолыжный сезон в Архызе. Курорт в этом году предложит гостям 27 километров трасс и 8 канатных дорог, в том числе новую зону для начинающих на лунной поляне. Для зеленой трассы «Сириус», ведущая от верхней станции кресельной канатной дороги «Зеленая планета» составит 1673 метра. Она будет самой длинной для новичков на курорте. В полную мощность заработает северный склон, в том числе канатная дорога «Аполлон», ведущая на высшую точку курорта 2840 метров. На Архызе есть несколько пунктов проката. Детская школа «Архызенок», инструкторская служба с индивидуальными и групповыми занятиями, камеры хранения, детские комнаты и площадки тюбинг, сноупарк, каток, кафе, рестораны, спа и развлекательный центр «Трамплюшка». Сегодня отмечается интересный и особенный праздник, посвященный наступающему Новому году. День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Он посвящен всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с нетерпением ждет чудесный праздник. Обычно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу и открываются специальные почтовые учреждения, где дети и их родители могут отправить письмо с пожеланием долгожданного подарка, который они обязательно будут доставлять седоволосому чудотворцу. Дата для праздника выбрана вполне логично. Скоро Новый год, все предвкушения чудес и торжеств, подарков и сюрпризов. Везде идет подготовка к празднику. Украшаются елки, загораются праздничные огни. И как раз время загадывать заветные желания писать письмо главному волшебнику Деду Морозу. К тому же промежутка времени хватит, чтобы письма дошли до своего адресата. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Гаснет закат за горой Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8. И слушайте «Радио России» в архизе Зеленчукске-Тиберде-Учкулане. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – радио России. Настраивайте «Радио России» Карачаева-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Корректор А.Кулакова-щанковского «Радио России». Радио России. Продолжение следует...